Программа, предусматривающая благоустройство городских населенных пунктов, то есть строительство дорог и создание систем внешнего освещения, налаживание электричества, водоснабжения и многое другое. Иначе говоря, обод Махаля. На ее основе созидательная работа ведется в Учтепинском районе столицы. Об этом далее. В Учтепинском районе столицы расположены 674 многоэтажных дома, 34 общеобразовательные школы и 87 дошкольных образовательных учреждений. Деятельность созданной республиканской рабочей группы значительно ускорила созидательный процесс в рамках программы обод Махаля. Слаженная работа позволяет в очень короткие сроки решать существующие различные проблемы на местах, в результате чего на глазах преображается облик района. В частности, в 20 исходах граждан Махали отремонтировали 197 тысяч квадратных метров внутренних дорог, 4850 метров ирегационных сетей, построили 12 стритворкаутов и 24 детские площадки, установили 155 скамеек, появились 50 навесов. Кроме этого, привели в порядок фасады 22 многоэтажек. К примеру, устаревшие качели и другое игровое оборудование, навес на детской площадке возле 8-го дома в Махалину Робот в 4-м секторе представляли опасность для малышей. К тому же, оставляли желать лучшего внутренней дороги, негде было парковать автомобили жителям. Теперь все эти вопросы решаются. Возводятся современные детские и спортивные площадки, автостоянка и навесы. Живу в этой Махале 25 лет. Раньше не было места, где можно было отдохнуть, где могли бы играть дети. Машины ставили на тротуарах. Беспорядочно. Сточные воды во время ненасти доставляли много хлопот. Теперь все эти вопросы решаются. Создаются необходимые условия. Мы очень благодарны за это. Нам остается бережно относиться к тому, что делается для нас. Поддерживать чистоту и порядок. Проблема, связанная с детской площадкой рядом с 28-м домом в Махале Атан Парвар, также в центре внимания ответственных лиц. Здесь строят новую, а также стритворкаут. То есть создаются необходимые условия в этом плане. Президентом из Таша Бусублям, Обот Махаля, на основе инициированной президентом программы Обот Махаля проводится благоустроительная работа. Все меняется к лучшему. Все очень довольны. Создаются необходимые условия. В частности, строят детскую площадку, места для отдыха. Приступили к ремонтным работам и на улице Мирхонт, с хода граждан Махалича Манзор, во втором секторе. Дороги покрывают асфальтом, тем самым устраняя имеющиеся недостатки. Расширяются мероприятия и по обеспечению занятости молодежи. Только с начала этого года на основе самозанятости проекта «1 плюс 1», обучения профессиям и дальнейшего трудоустройства постоянные рабочие места обрели более 3 300 юношей и девушек. На одном из предприятий района выпускается полиграфическая продукция. Предприниматель Бахром Зайнидинов, организовав данное производство, обеспечил работой более 100 молодых людей. Нам предоставлены широкие возможности, льготы, воспользовавшись которыми, завезли за рубежа современное технологическое оборудование. Сейчас продукция направляется на внутренний рынок. Вместе с тем прорабатываются вопросы ее экспорта. Намерен освоить и это направление, и найти свою нишу на внешнем рынке. Планируем с этой целью реализовать крупные перспективные проекты. Среди работников предприятия Язамаджумаев, который до этого был одним из представителей незанятой молодежи. Поступив на работу, повышает свое мастерство. Условия очень хорошие. После выделения предпринимателю необходимой земельной площади на территории схода граждан Махали Типа-Кургон во втором секторе было налажено производство полиграфической продукции разных видов. Тем самым создано 100 новых рабочих мест. Основная часть трудового коллектива состоит из молодежи. На старом месте условий было недостаточно. Нам выделили земельную площадь, и мы организовали современное производство. Воспользовались также банковским кредитом. В будущем намерены увеличивать число рабочих мест. Светлана Уразимбекова из Махали Алихонтура-Сухунии в третьем секторе, намереваясь заняться предпринимательством, обратилась в районный хакимят с просьбой оказать содействие в организации своего собственного дела. Ей помогли в получении льготного кредита на 33 миллиона сумм. Ей выделили подвальное помещение 18-го многоэтажного дома, где предпринимательница организовала работу швейного цеха и трудоустроила 8 человек. Состоящая в женской тетради Насиба Ортыкова из Махали-Уштипа вместе с супругом наладила выпуск колыбелей, продолжая семейные традиции, что также стало возможно благодаря всесторонней поддержке. Районный хакимят помог получить семье льготный банковский кредит. Незнание законов, низкая правовая грамотность зачастую становится причиной совершения отдельными молодыми людьми преступлений, потому вопросом формирования у юношей и девушек чувства ответственности, сопричастности к реализуемым в стране крупномасштабным реформам, воспитанию в духе любви к родине, верности своему народу, уделяется отдельное внимание, что имеет важное значение в дальнейшем предупреждении правонарушений среди них. В этом плане накоплен положительный опыт и в Уштипинском районе. На основе концепции дом школы Махаля проводятся профилактические мероприятия, которые дают свои положительные результаты. Также для повышения эффективности работы с молодежью на местах введена должность инспектора-психолога. Работа в рамках открытой новой штатной единицы набирает темпы. В каждой школе организованы комнаты инспектора-психолога по профилактике правонарушений. Работа ведется совместно с районным отделом народного образования. В районе на профилактическом учете состоял 31 несовершеннолетний, 18 из которых выведены из учета. Мы будем всесторонне помогать им, чтобы они не совершали прежних ошибок. И вместе с соответствующими организациями будем вести адресную работу с ними. Расширяется мероприятие по всесторонней поддержке молодежи, чтобы каждый из юношей и девушек, имея крепкую гражданскую позицию, нашел свое достойное место в обществе. В частности, на встрече в сходе граждан Махали Дьоробот была проанализирована работа относительно получения знаний молодежи, привлечения ее к обучению профессиям и намечены актуальные задачи на перспективу. В процессе диалога, инициированного в 295-й общеобразовательной школе сотрудниками Главного управления профилактики правонарушений Министерства внутренних дел, обсуждены совершенные несовершеннолетними детьми преступления. Внимание акцентировалось на повышение уровня правовой культуры молодежи. Таким образом, расширяются масштабы созидательных работ и в Учтыпинском районе столицы. Решаются многолетние проблемы. Территория приобретает благоустроенный вид. Для чего направляются немалые средства. Изыскиваются дополнительные возможности. Главное это создание достойных условий на местах, повышение уровня жизни населения, чтобы оно было довольно переменами, происходящими здесь и сейчас. А также сохранить и приумножить то, что делается для нас же самих. Чтобы наши дома, дворы, махали, блистали чистотой и порядком, были всегда ухоженными.